Всем привет, с вами Хронош. Со всеми этими праздниками и отпусками я немного выбился из цикла создания текстов для видео по Варкрафту, потому мы с командой решили, дабы сгладить ожидания наших подписчиков, которые ждут видео по этой игре, выпустить в январе пару видео на основе статей известного игрового издания PC Gamer. Они целую неделю публиковали интересную информацию о Blizzard, их истории и играх, и мы подумали, что вам это также будет интересно. Ссылку на оригинал вы как всегда сможете найти в описании. Ну что ж, приступим. Наверняка вы уже поняли, как сильно мне нравится последнее дополнение World of Warcraft – Legion. Возобновленная страсть к классовой фэнтези и гениальные мифик плюс данжи смогли вновь разжечь во мне любовь к ММО от Blizzard, чего мне не хватало в последние годы. Спустя месяцы я по-прежнему с радостью провожу свободные вечера у алтаря Варкрафта в обмен на новый шмот и красивых маунтов. Но это не значит, что World of Warcraft – Legion идеален. На Близзконе уже анонсировали подробный план развития на первую половину 2017 года, включая подземелья и рейды, режим потасовки по-хардстоуновски, а также значительные изменения в балансе классов. Я, конечно, с нетерпением жду всех этих обновлений, но и у меня самого найдется небольшой список желаний. Однако не забывайте, что все эти изменения будут огромными, и они вполне могут не вписаться в планы Blizzard на 2017 год. Но если и есть такое время в году, когда можно просить невозможного, так это новый год. Официальные ванилосерверы Боюсь, что для Blizzard битва за запуск официальных серверов классики оказалась проигрышной. Было время, когда можно было жить в неведении и притворяться, что на серверах классики никто не хочет играть, но выделенный сервер Носталриус все переменил, представив широкой публике серверы со Старым миром. По возвращении Носталриуса 17 декабря огромная волна игроков решила пережить славные деньки World of Warcraft, вместо того, чтобы играть в Легион. Отчасти популярность таких серверов, как Носталриус, конечно же, из-за их доступности, но вы с легкостью сможете найти огромный спрос у желающих вновь окунуться в старый мир былых дней Вова. После дополнения Катаклизм, Азерот переменился навсегда, и World of Warcraft стал, по сути, совершенно другой игрой, не той, что я когда-то полюбил. Вообще, во всех играх наблюдается проблема с сохранением своей собственной истории, но у Blizzard появилась возможность это сделать. С официальными Легаси серверами мы бы смогли не только вспомнить, с чего начинался World of Warcraft, но и посмотреть, чего он за это время достиг. Расширение всех подземелий до Mythic+. Единственное, что мне не нравится в традиционной системе подземелий, так это то, насколько быстро они становятся однообразными, даже если поначалу они были очень интересными. Каждое подземелье приходится проходить десятки, если даже не сотни раз. А вот Mythic+, подземелья в Варкрафте могут установить совершенно новый золотой стандарт для этого жанра. Mythic+, подземелья взяли парочку идей из Diablo 3, вроде врагов со случайными дополнительными умениями, аффиксами, которые требуют различного подхода для прохождения. Но самое главное, что система Mythic+, поддерживает жизнь в подземельях, поэтому Blizzard стоит этим воспользоваться и применить нововведения в каждом подземелье на всех уровнях. А аффиксы должны использоваться не только для повышения сложности, но и для того, чтобы как можно больше разнообразить каждое прохождение. За штурмом Амбитистовой крепости кроется похожая мысль. На каждый бой выбирается несколько случайных врагов, из-за чего приходится перестраиваться на лету, в зависимости от появившихся монстров. Таким же образом выбираются первые два босса из шести возможных. Мне пришлось перепройти Амбитистовую крепость с десяток раз, прежде чем я успел подраться со всеми боссами. Великолепное чувство. Blizzard стоит совместить такой концепт с Mythic+, данжами, чтобы все подземелья стали универсальными. Обновление устаревшего пользовательского интерфейса. Относительно пользовательского интерфейса у меня никогда еще не складывались столь противоречивые чувства, как в World of Warcraft. С одной стороны, такой интерфейс легко изменяется модами, позволяя ставить множество аддонов по своему вкусу. С другой стороны, вариант без модов ужасен, и у него серьезная нехватка базового функционала. Печально, что первым делом мне приходится рекомендовать новым игрокам потратить пару часов на настройку аддонов для пользовательского интерфейса, дабы избежать пользования этим кошмаром. И хотя комьюнити модеров для World of Warcraft отметать не стоит, пора бы уже Blizzard обновить интерфейс, чтобы некоторые моды не становились необходимостью. Отслеживание ДПС и агро должно остаться вторичной задачей, но интерфейсу все равно не хватает десятка базовых функций. Улучшенное управление инвентарием, улучшенный аукцион, более детальные полоски здоровья и так далее. Сам факт того, что мне нужен мод, чтобы изменить размер какого-то окошка, меня печалит. С модами игры всегда становятся лучше, но это не значит, что разработчики должны опираться на них как на костыли, чтобы те исправляли их проблемы. Легионизация всего Азерота Во время предварительного ивента к Легиону весь Азерот стал зоной боевых действий, поскольку демоны начали полномасштабное вторжение. Затем Легион запустили и все ринулись на расколотые острова, словно Азерота никогда и не было. World of Warcraft, как и большинство ММО, не ладит с возобновлением старых локаций, а в Легионе появился потенциал вновь сделать весь Азерот интересным для исследования. В Легионе Близзард представили нам новую систему прокачки, которая подстраивает каждого монстра и все награды под ваш уровень. Это гениальная идея, потому что она позволяет мне делать задания где угодно и не забрасывает локацию по достижению условного уровня. Эту систему стоит применить во всем Азероте, чтобы вне зависимости от того, где вы находились, все монстры и награды всегда были прикреплены к вашему уровню. Я бы с радостью сошел с избитого пути и исследовал бы новым персонажам те локации, которые я раньше просто пропускал. Если взять эту систему и прикрепить к ней локальные задания, что появляются повсюду, то не только расколотые острова, но и весь Азерот будет казаться живым, чего не хватает со времен катаклизма. Предварительный ивент Легиона доказал, что это вполне возможно, а Близзард нужно просто закрепить потенциал, сделав вов увлекательным для игроков всех уровней. Позвольте нам посетить Аргус не только в качестве рейда. Одним из самых захватывающих откровений на Близзконе стало то, что в патче 7.3 игроки отправятся на совершенно другую планету, дабы там сразиться с Пылающим Легионом. С тех пор, как нам представили расу Дринеев в дополнении за Burning Crusade 9 лет назад, люди не переставали высказывать свои догадки касательно их родного мира Аргуса. В следующем году нам наконец покажут, как же все-таки выглядит этот мир. Но я надеюсь на более длительное путешествие, а не на небольшую остановку. Одна из вещей, которая привлекла меня в Warlords of Draenor, это напряжение, связанное с вторжением во враждебный мир. А геймдиректор Ион Хазикостас сказал, что Аргус создаст похожее впечатление. Не считая родной мир орков Дренора, это будет первый раз, когда мы отправились на другую планету в Вове. Досадно, конечно, если такое знаменательное событие будет потрачено всего лишь на новый рейд или данж. Возможно, просить сделать целую локацию с квестами уже слишком, но Легион вполне может закладывать фундамент как раз под этот случай. В патче 7.2 Расколотый берег станет эпицентром вторжения полчищ демонов и их отражения, а игрокам придется создавать и улучшать строение, чтобы помочь делу. Если такая же идея применялась к вторжению в родной мир Дринеев Аргус, то это вполне может стать одним из тех моментов, которые фанаты Варкрафта запомнят на долгие годы. Чего бы Близзард не планировали на вторую половину 2017 года, я жду в нетерпении. Легион остается одним из лучших дополнений из всех, что были у World of Warcraft. Учитывая показанные на Близконе планы, надеюсь, что такая тенденция сохранится и в будущем. Если у вас тоже есть мысли о том, чего бы вы хотели увидеть в 2017 году в World of Warcraft, то пишите в комментариях. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Это видео создано при поддержке наших патронов Эльдамара, Элона, Найтви, Полищука Евгения, Тоснаджини, Раурута и Альдемира. Если вы тоже хотите поддержать наш проект, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok